МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, в студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Мать и повинна быть побольше. В Гомельской жановочной колонии открыли интернат для заняволенных мам с детьми. Транспортное пытание с ворот на субботнюю промую линию до старшини Аблвыконгама допомог зарабить больше зручную инфраструктуру у Комарыне. Вода помылок не даруя, выратовальники водолаза МНС провели в учении. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Умовы, наближенные до домашних, и макшимость больше часу проводить со своими детьми. Сегодня у Гомельской поправочной колонии номер 4 открыли интернат для осудженных женщин. Больше 20 из них мают детей. И зараз могут проживать зимой разом, а не по-особной, как было ранее. Дмитрий Котов, протягни. Створение больше цивилизованных и комфортных умов для осудженных по требованию часу. Особливо, коли размова идея в женщинах, які мают маленьких детей. Открытие подобного объекта протяг, проводимое Министерством внутренних справ работы по гуманизации утримания осудженных у местах позбавления воли. Идёт такая значительная, серьёзная гуманизация, чтобы наши осужденные были как можно ближе к цивилизации, как можно ближе к какому-то более или менее относительному, возможному, но всё-таки комфорту и то, что называется человеческими условиями. Сегодня, я думаю, что матери, попавши в такое трудное положение, но вздох облегчение испытали. Кля 20 осудженных женщин мают детей во взросле до 3 годов. До этого малые проживали в доме дитяти. Мать имели мягчимость проводить зимича стольки у вызначенные годины. Зараз они будут проживать у интернате, які нагадывая звычайные установы подобного типу. Умовы комфортные, и есть всё необходимое. Спальня, медицинский кабинет, мешкання для приёму ежи, гульнявый покой. Это позволит матерям быть со своими детьми до 3 лет. То, что рекомендовала нам Организация Объединённых Наций и Совет Европы. В общем, считаю, что сегодня не просто произошло такое серьёзное, очень большое вложение денег Министерства внутренних дел в эти объекты. Мы инвестируем в будущее, в будущее наших граждан, наших молодых граждан в первую очередь. Это всё делается с одной целью, на мой взгляд, очень благой – ресоциализация их, возвращение на светлую сторону жизни. Для каждой женщины на роджении детяти – головная подея у жити. И безумовно самая каштовная махчимость быть побоч. Навод у таких складанных ситуациях. Для осудженных женщин дети перж за всё шанс не повторить свои помылки у будущини. Изменить лёс у лепший бок. Это здорово, исходя из той ситуации, в которой мы находимся. Всё-таки спасибо действительно администрации, что у нас есть такая возможность быть со своим ребёнком вместе. Потому что хочется видеть, как она развивается, как она ложится спать, как её умывается. То есть кормить все вот эти вот мелочи, на самом деле в них настолько большая сущность, что без этого никак. В реконструированном будинку, кроме интерната, разместилися участок для отримания неполнолетних и филиал середней школы номер 34, где осудженные отримывают базовую и середнюю эдукацию. Министр внутренних справ Игорь Шуневич подчас наведывания одного из уроков выказал незвычайную пропонову. Осудженная, которая по выниках в учебе отримает золотую медаль, сможет различовать на умовно-дотерминовое вызволение. Протягиваем выпуск, сегодня на Гомельчине обмерковали пытания перепрацовки и знишения токсичных промысловых отходов. Выездную нараду провел министр природных ресурсов и оховый новокольного сяродзя Беларуси Андрей Худык. Про новые технологии экологичной безопасности доведался Олег Сентюров. Комплекс по захованию и перепрацовку токсичных отходов в Чачевском районе почали будовать амаль два десяти годы тому. Повинный час тут примали автомобильные покрыки, а ли теперь упор зарабили на пестициды, які утримывались небезпечные речевы. В Советском Союзе их вырабляли до 80-х годов минулого ста годзе. Ртуть и хлор – это только некоторые ингредиенты, которые утримывались в советских пестицидах. Докладные объемы того, что осталось нам у спадшину невядомые, а учуется прикладная лечба в 10 тысяч тонн. А прача пестицидов, які знаходятся на складах сега с подприемцем, есть кемикаты, закопанные у землю. Такая практика в Беларуси была распасюджена у период с 1970-го до 1988-го года. Ни якой документация об этих словешах не заховалась. Зараз ведомо о семи таких объектах, два за яких уже ликвидованные ведутся работы над третьим, Петриковским. Разум с ним перепрацовка таких токсичных отходов вымушена проводится за межами нашей краины. Выдавництво, отповедный в творчестве у Беларуси, это махчимость не только сэкономить валюту, алей провести работы больше оперативно. При одной обовязковой умове проект повинен быть экологично обеспеченным. Мы понимаем, что на первой стадии организации производства, создания инвестиционного проекта необходимо профессионально и глубоко изучать тему и принимать правильные управленческие решения для того, чтобы не делать таких ошибок. В данной ситуации вся эта работа сделана очень скрупулезно, профессионально и глубоко. Я убежден, что проект будет действительно экологически безопасным. На будавництво в творчестве по перепрацовке токсичных отходов плануется накеровать 4 миллиона долларов, которые Беларусь отримала в якости международной технической допомоги. Отповедный проект распроцвали у Министерства природных ресурсов и Аховы Новоконного Сяродя. После ее открытия на протягу еще 4-х годов Беларусь отримает 8 миллионов долларов непосредственно на процесс сбора и перепрацовки пестицидов. Як чекается, за основу будут взяты технологии, по яких працует аналогичное предприятие у Финляндии. На протягу сего часа уход реализации проекта будет контролировать ЮНИДА, организация ОАН по промышленному развитию. Организация по промышленному развитию, коротко ЮНИДА, это крупнейшее и ведущее агентство системы ООН в области промышленных технологий. Соответственно, все установки, которые будут сюда поставлены, все оборудование будут находиться под нашим постоянным контролем. Мы готовы и обеспечим предоставление сюда самых высокотехнологичных оборудований, обеспечим контроль его монтажа, ну и, соответственно, запуск в эксплуатацию и эксплуатацию. Проект рассчитан на 4 года, поэтому первые 2 года мы рассчитываем на то, что будет закуплено оборудование и смонтировано, и еще 2 года будет осуществляться постоянный контроль деятельности в этой области. После сворота на промую телефонную линию до старшини Гомельского облвыконкама Владимира Дворника у городским поселку Комарын не только установили новые автобусные павильоны, но и изменяют расклад руху громадского транспорта. Комарын – один из нешматликих населенных пунктов Украины, который имеет статус поселка городского типа. В минулом году тут началась реализация державной программы развития таких поселешев. За минулый часы у Комарыне изменили инженерные сетки, добро упорядковали в улице, провели ремонт социально-значных объектов. Але только уделом республиканского и областного бюджета справа не обмежавалось. У Снежни минулого года на промую линию старшини Гомельского облвыконкама Владимира Дворника потелефоновала жихарка городского поселка Тамара Соловьева, якая пропоновала унести коррективы у рук громадского транспорта. В свой час этот процесс организовали таким чином, что все автобусы и маршрутные такси рухались только по головной улице до центрального припынку. У вынеку омаль треть насельництва у первоважной большинства пенсионеры, якие проживают на отдаленных от центра в улицах, застались без транспортных взносинов. Теперь эта проблема у минулым. Поселок большой, разбросанный, расположен где основной остановочный пункт. Нам с наших улиц, Луговой, Туганов, Керва, 2 километра. А частный сектор – это одни пенсионеры, которым тяжело добираться. Ездить в больницу в Брагин, в Гомель. Теперь остановку поставили до Нового года, но еще не утверждено расписание. Но райисполком занимается этим вопросом. Они написали письма туда, в Гомель пассажир транс, на улицу Реческая. Ну, сказали, что будут вывешивать расписание. И нам вообще туда вышел, и мы уже поехали. Воротовальники-водолазы Гомельского областного управления МНС готовы оказать допомогу в вынику надзвычайных ситуаций на водохреща. А про то, и они примут все дело в показальных выступлениях, которые 19-го студеня отбудутся на озерах по улице Бородина в Гомеле. Наши корреспонденты побывали на одной из тренировок водолазно-воротовальной службы. Леенда в учению максимально наближена до реальности. Не вельми уважливый рыбак трапляю проталину на озеры. Вогуле у такой ситуации можно выбраться на лед самостоинно. Але як гэта зробить, ведают одинки. А про чатаго, звычайные люди гребуют элементарными правилами безпеки. Выратовальные камизельки и простасование для того, как утриматься на плаву, у рыбаков убачишь нечасто. Почас в учению потерпелого оперативно вытягивают с воды и с допомогой выратовальной дошки доставляют на берег. У реальности шмат будет залежить отсветка у несчастного выпадку. Чем ранее супрасонники МНС отрымают ответное поведомление, тем больше шансов на счастливый заход. Люди в растерянности, но тем не менее есть очевидцы, которые всегда звонят на службу 101 и рассказывают о том, что произошло. Поэтому большой, очень сильно большой фактор влияет на то, что чем быстрее нам сообщат, тем быстрее мы проведем свои спасательные работы. Сколько людей этой зимой проваливался под лед, а ли выратовывался, докладно, напевно, не ведая никто. Некому допомогли супрасонники МНС, некому освода. У некоторых выпадках потерпелых выратовали те, кто знаходился в побоч. А ли без трагичного выпадка все ж таки не обошлось. В Дубровском районе на рации и путь загинул подлеток. У практицы профессийных водолазов такие выпадки сустракаются редко, а ли они повинны быть зауседы готовыми до работы под водой. Незалежно от надворья и часу года. Водолазно-спасательная служба готова осуществлять спасательные работы на воде и под водой в любое время года и в любое время суток на различных водоемах. В летний период времени есть свой минус, что цветет растительность и видимость под водой отрицательная. При низких отрицательных температурах видимость намного лучше. Единственное, водолаз может получить переохлаждение при длительной поисковой работе. После закончения вучения выратовальники огороджуют проталины. Это обовязковая умова. Водоем повинет заставаться беспечным. Олешин Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Беларусь у сердца моим. Литературно-музычный вечер, присвеченный 100 годзю за основание БССР, прошел областной библиотец имя Ленина. Беларусская ССР – целая эпоха, якая проясновала о малю все 20-е 100 годзи и стала подмурком для сучасной державности. Гости мероприемства познайомились с историей становления и развития республики и узгадали головная подея ей героичной боротьбы с упротив фашистских захопников. Вечер посвящен основным вехам развития Белорусской социалистической республики, ее славной и героической истории. Для того, чтобы напомнить молодежи, у нас сегодня аудитория молодежная. Это учащиеся лицеев и колледжей города Гомеля. Я думаю, что это не лишний повод напомнить нашей молодежи об истории нашей страны. Глядачам проставили урылки створа увядомых белорусских письменников – Янки Купалы, Андрея Макайонка и Ивана Шамякина – белорусские верши и песни. Их выполнили актеры Народного аматорского театра «Граки» и выхованцы детячей школы «Мостатство» номер 5. У Хомельским областным центром Олимпийского резерва по паралимпийских и дефлимпийских видах спорту прошел чемпионат клуба «Раза мы можем усе». С поборництвы тут проводятся регулярно. На этот раз турнир носит статус областного. Удельники АГЭТа – люди с инвалидностью, змагались о таких видах спорту, як боча, шахматы, настольный теннис и армреслинг. Усягон на с поборництвы приехало коля 30 спортсменов, многие из яких уже шмат годов представляют регион на спортивных пляцовках не только нашей краины, а и замежа. Проект «Раза мы можем усе» является часткой программы территориального супрациониста помеж краинами исходного партнерства – Беларусь-Украина. Пираможцы областного чемпионата примут все дело в международных споборництвах, які пройдуть у Житомиры в наступном месяце. Наша задача – как можно больше привлечь людей с инвалидностью, привлечь их, что можно заниматься всевозможными видами спорта, укреплять свое здоровье, общаться. Самое главное – вести здоровый образ жизни. Лыжная суббота. 19-го студеня пройдет Гомельская лыжня. Зимовое свято отбудется у заречной зоне раки СОЖ. Наймочнейших будут вызначать у пяти взрослых группах, стартуя гонка у 11-1. Регистрация завершится за годину до початку споборництва. Дальше регистрационный номер в эти дни можно отримать у будинку областного управления спорту и туризму по улице Советской. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tsvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Угрожал расправой жене и дочери. В хойниках сотрудники милиции задержали дебошира, который пошел на близких с ножом и топором. Когда милиционеры приехали в дом скандалиста, то с ним пришлось вести долгие переговоры. Рассерженный находился в гостиной, а его жена и дочь закрылись в спальне. Мужчина явно был не в себе, он даже угрожал сотрудникам милиции. Но в ходе длительных переговоров те все же сумели уговорить его сложить оружие и доставили дебошира в райотдел для разбирательства. Хойницким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования и его законной деятельности. Редко, но метко. Очередная проверка ГАИ стала результативной. Инспекторы выявили в Светлогорском районе нелегальную перевозку дизельного топлива. Дело было в Сосновом Бару. На одной из улиц поселка экипаж спецподразделения «Молния» остановил водителя автомобиля «Фольксваген Кэдди». Помимо прочего, в багажном отделении машины находились и канистры с соляркой, документов на которые у владельца не оказалось. Топлива было почти полтонны. Сотрудниками межрайонного отделения оперативного реагирования и розыска еженедельно проводятся рейдовые мероприятия. В рамках последнего был выявлен факт перевозки незаконной 450 литров дизельного топлива. Топлива изъято, проводится проверка. Проскочить или не проскочить – вот в чем вопрос. Водитель грузового автомобиля МАЗ не угадал. В Гомеле он проехал на красный сигнал светофора и совершил ДТП. Это произошло на пересечении улиц Веридова и Крупской. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем «Мерседес». От удара машину отбросило вначале в сторону, а затем на пешеходную зону. Люди на тротуаре не пострадали, но водитель иномарки был госпитализирован. А в Калинковичах водитель грузовика наехал на ребенка. Десятилетний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, но от наезда многотонной машины это его не спасло. Юного пешехода доставили в травматологическое отделение районной больницы. В обстоятельствах наезда разбирается ГАИ. В связи с сложными погодными условиями, хочется еще раз напомнить водителям о необходимости соблюдения скоростных режимов, также соблюдения дистанции между автомобилями, а также при пресечении пешеходных переходов соблюдать бдительность и внимательность. И это вся информация к этому часу. С вами был Руслан Габрилев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин В Гомельском дворце легкой атлетики сегодня стартовала спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. Соревнуются девушки и юноши 2004-2005 годов рождения. За награды в общем зачете борется 21 спортивная школа, по три от каждой области, а также города Минска. Гомельский регион представляет победителя областной спартакиады Центра Олимпийского резерва по легкой атлетике, а также призеры. Гомельская издюшор профсоюзов СОШ и Светлогорская издюшор номер 3. Напомню, что недавно год СОР по легкой атлетике был назван лучшим в стране по подготовке резерва. На республиканской спартакиаде гомельчане намерены оправдать это звание. Тем более, что выступают они на родной арене. Они стали победителями областных соревнований, с очень неплохим отрывом набрали очков. Ребята готовы, в принципе, травм особых не было, поэтому посмотрим по протоколам итоговым. Борьба за награды предстоит не шуточной, а летом в Швеции состоятся балтийские юношеские игры. Спортсмены этой возрастной категории отправятся на этот старт. И отбор в сборную команду начинается уже сейчас. Мы сейчас будем смотреть, то есть как-то где-то присматриваться к детям. Кто-то уже выступал в прошлом году, кто-то сейчас будет начинать только выступать. Поэтому я думаю, что будем раскрывать таланты, смотреть на них и включать нас в команду. Сегодня прошли состязания по многоборью, беговым дисциплинам, спортивной ходьбе, прыжкам в высоту и длину. Завтра в программе бег, спортивная ходьба, а также прыжки с шестом и тройной прыжок. В Гомеле проходит областное первенство по боксу среди молодежи. В турнире участвуют более 50 спортсменов 2001-2002 годов рождения. Сильнейшие боксеры отсутствуют. Они сейчас находятся на сборах национальной командой в Египте. Успешно выступившие на областном первенстве поедут на первенство Белоруссии. Показавшие себя на республиканском уровне получат билет на чемпионат Европы. Участников у нас более 50 на этих соревнованиях. Ну, хочу сказать, что, в принципе, состав у нас неплохой. Два человека наших сейчас отсутствуют. Они в составе национальной команды участвуют в учебно-тренировочном сборе в Египте. В составе национальной команды. Ну, я думаю, что перспективы такие саморадужные. На первенство Республики Белоруссии готовимся. Я скажу, что мы, если их сравнить, то, допустим, на Олимпийских днях молодежи мы были первыми, на Кубке были первыми. То есть, ну, довольно-таки прилично выглядим. Значит, у нас, из региона у нас, в принципе, здесь все представлены наши регионы, которые развиваются. Это и Светлогорск, и Жлобин, и Мозырь, и Ветка, и Октябрьский район. Вот только вот сейчас мальчишка выступал в первую пару, если бы снимали его. Вот, и Лельчицы. Так что, в принципе, все наши регионы задействованы здесь. На турнире будут выступать и девушки. Правда, только в финалах. Конкуренция в этом возрасте у них слабая. Среди юношей лидеров стараются не выделять. В финалах сильнейшие определятся сами. Большинство из ребят уже знакомы друг с другом. Нередко вместе тренируются. Хотя, например, Александр Каревский со своим соперником никогда раньше не встречался. Но уже готов к поединку. Ты уже встречался с соперником, который у тебя будет на финале? Нет. Ну, знаю, что он много двигается повыше меня ростом. Ну, я подготавливаюсь, когда стою там в парах с кем-то или просто имитирую. У меня пока что время есть. Вот я сейчас буду больше тоже двигаться, ну, поджимать и работать через живот и так далее. Финалы первенства области пройдут 18 января. Начало в 11 часов. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Оставайтесь на Беларусь4.